Гора двух удодов, Апук. В той местности, где сейчас высится гора Апук, было в древности большое богатое селение. Жили в нем кроткие, скромные и трудолюбивые люди, которые считали за тяжкое преступление угнетать кого-либо. Не знали, что такое насилие. Однажды недалеко от селения потонул во время бури какой-то корабль. Из всех находившихся на корабле спаслись только две женщины. Их подобрали добросердечные поселяне и приютили у себя. Жители селения немедленно принялись за работу и в несколько дней выстроили женщинам дом. Поставили в нем все, что полагается. Подарили каждой по овце. Стали заботиться о чужестранках. Как о родных дочерях. Старшую звали именем. Которая произносилась. Как звука. Младшую – Пука. А так как они были неразлучны и всюду появлялись вместе. То их называли не иначе. Как о Пука. Женщинам все в селении казалось странным и удивительным. Попали они сюда из страны. Где жители были жадны и завистливы. Где каждый старался захватить себе побольше всяких ценностей, земли, скота, построек. Где одолевали друг друга силой. Женщины знали только такую жизнь. Прожив несколько месяцев тихо и скромно. Они стали тяготиться таким необычайным для них порядком и начали мечтать о господстве над теми. Кто их приютил. Это желание с каждым днем все сильнее и сильнее овладевало ими. И женщины мало-помалу начали приводить его в исполнение. Действовали они осторожно и коварно. А они начали с того. Что стали вмешиваться в семейную жизнь поселян. Затем попробовали влиять на ведение общественных дел. В конце концов они возбудили у некоторых жителей общины дотоли неведомые чувства, алчность. Чистолюбие. Приблизив к себе таких людей. Женщины образовали из них свою свиту. Эта свита держала в страхе населения. Все это напоминало чужеземным женщинам порядки их далекой страны. Все стали замечать. Как меркла. Тускнела день ото дня красота чужестранок. И они заметили это. Тогда женщины принялись наряжаться в немыслимо пестрые платья. Которые называли мантиями. Натирать себя благовонными мазями. Румяниться. На головы надели особенные уборы. Гордо именуя их коронами. Царицы. Говорили они. Должны быть нарядными. Простосердечные поселяне молча сносили тяготы новой власти. Но айпуке казалось мало достигнутого. Они приказали изготовить и выставить на площади свои каменные изображения и требовали поклонения им. Как богам. Слуги цариц согнали поселян. И те построили вблизи изваяний высокие кресла, троны. По утрам царицы усаживались на троны. А согнанный на площадь народ опускался перед ними на колени. Вид поверженных людей наполнял радостью сердца чужеземок. А в дни новолуния у каменных истуканов закалывали жертву, какое-либо животное. Кротким жителям ничего не оставалось делать. Как уходить из родных мест и искать прибежище у соседних народов. Пустел поселок. Становилась бесплодная земля. Разрушались жилища. Шел с востока в сторону поселка странствующий мудрец. Всю жизнь посвятил он изучению жизни. Помогал людям разумным словом. Горела в его сердце большая любовь к человеческому роду. И думал он только о том, чтобы сделать людей счастливыми. Чем ближе подходил мудрый старец к поселку скромных и кротких тружеников, тем больше узнавал об их ужасной судьбе. Ускорил шаг старый человек. Догадывался. Что нужно там его слово. И вот он в поселке. Со всех сторон идут к нему люди с жалобами. «Когда от вас снова потребуют жертвоприношения?» Спросил старец. «Когда подойдет Новолуния?» Ответили ему. «Я в тот день явлюсь к вам. И вы будете избавлены навсегда от злых существ». День Новолуния совпадал с годовщиной захвата власти чужеземками. Согнали всех взрослых и детей на площадь. Явились перед ними в нелепых пестрых нарядах царицы. И вдруг. Не ведая. Что творится в душах собравшихся. Айпука перед жертвоприношением сказали. «Кто пожертвует собой для прославления нашего имени и великих дел?» При этих словах все оцепенели от ужаса. Молчали. Опустив головы. «В таком случае пусть решит жребий. Кто достоин стать жертвой?» Сказала старшая и велела молодым людям отойти от пожилых. «И вместо одной жертвы восславят нас две». В эту минуту появился в толпе мудрый старец. Смело подошел он к тронам. Снял с плеч котомку и громко сказал. «Ничтожные существа. Найдется никого». «Кто сумел бы наказать вас?» «Ошибаетесь?» Голос старика загремел. «Это что за комар жужжит у наших ног?» Крикнула. Вскочив. «Младшая!» «А вот узнаешь?» Повысил голос старик и обратился к поселянам. «Какому наказанию подвергнуть дерзких?» «Делай с ними!» «Что хочешь!» «Только избавь нас от этих хищных птиц!» Закричал народ. «Эй!» «Воины!» Позвала старшая. «Хватайте подлого старика!» «Не трогайтесь с места!» Голос старца разнесся вокруг громовыми раскатами. Подняв руки к потемневшему небу, старец произнес. «Проклинаю вас, ничтожные твари, и да превратитесь вы в птиц, на которых вы похожи, а троны ваши да превратятся в скалу». В этих словах будто соединились вся ненависть и презрение жителей поселка к наглым честолюбицам. Была в словах такая сила, что не успел старец замолкнуть. Как заколыхалась земля и предраступившимся народом поднялась из нее скала, на вершине которой сидели две птицы. У них были перья пестрые, словно одежда исчезнувших женщин, а на головах поднимались гребни наподобие царских корон. Прижавшись друг к другу, птицы неистово кричали «Опук! Опук!» Так кричат удоды. И печален их крик. Как печальна судьба низвергнутых цариц, ожесточивших народ. С той поры и называется эта скала горой Опук. На ней постоянно живут два удода. Две самки. Живут они сотни лет. Но не могут дать племени от себя. Потому что потомству от существ. Которыми они были когда-то. Не должно быть места на земле. А вскоре недалеко от берега. На том месте. Где когда-то потонуло судно. Поднялись со дна моря два больших камня. Очертаниями похожие на корабли. Эти камни корабли напоминают жителям поселка об опасности. Какой грозит заморская страна. Пусть не забывают. Что оттуда попасть могут к ним нелюди и принести злое горе. Гора Опук расположена на южной оконечности Керченского полуострова у самого моря. Высота ее 180 метров. А она является наивысшей точкой в этой местности. В пятом веке до нашей эры. У подошвы горы было греческое поселение, Химерик. Входившее в состав Боспорского царства. Здесь сохранились остатки строений. Фундаменты домов и стен. На вершине горы Опук также есть остатки древних сооружений. Напротив Опука в море. На расстоянии около трех километров расположены очень интересные скалы. Их называют камни корабли за их поразительное сходство с кораблями. Идущими под парусами. Существуют многочисленные варианты легенды по поводу горы Опук и скал в море. Данный вариант приводится в сборнике по записи 1938 года от П. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова